Дата выделили для наблюдения доверенных лиц от команды Владимира Зеленского доверенное лицо Вадима Личук и доверенный человек Нина Южанина от кандидата в президенты Петра Порошенко. Внимание, внимание. В самом деле, сейчас доверенные лица скажут, что они выбрали для жеребьевки. Герб или лавры? Добрый вечер, уважаемые украинцы. Наша команда для жеребьевки выбрала герб. Добрый вечер. Команда Владимира Зеленского, соответственно, выбрала другую сторону монеты. Решку. Теперь внимание. Итак, выбрала лавры. Это означает, что дебаты будет начинать команда Владимира Зеленского. Прежде чем начать дебаты, гимн Украины исполнили вокального коллектива мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Никуда. Напоминаю, что по рекламенту за рекламентом мы будем следить. Добрый вечер, Финн. Добрый вечер всем. К нам идет президент. К нам идет господин Порошенко. Это очень интересная ситуация. Нужно было две сцены делать. Не нужно было, наверное. Тут встает вопрос. Все слова будут засчитаны в общий отсчет времени. А как же люди, которые пришли к Порошенко? Мы с вами. Вы хотите, чтобы я к вам пришел? Увага. Внимание, маленькая задержка в связи с техническими проблемами, нужны микрофоны. Как настроение? Давайте, если вы не бродим, поаплодируем людям, которых привезли на автобусах. На сцене президент Пётр Порошенко. Исторический момент. Я приветствую вас. Мы все-таки на одной сцене. Мы все-таки на одной сцене. Вот как исчисляются мечты. Мы столько лет с Оленой работали на одном телеканале. А вместе работаем теперь только здесь. Уважаемые кандидаты, у нас есть правила дебатов. Уважаемые кандидаты, нас сейчас смотрят без привлечения в весь мир. Кто-то говорит, что 150 каналов или транслируют, або снимают сейчас. Поэтому нагадываем вам, Владимир Александрович и Пётр Алексеевич. Необходимо поддерживать Зеленский. Сейчас 5 минут будет жеребьевка. Майя Владимир Зеленский. Прошу, Владимир Зеленский. Большое спасибо. Вы знаете, очень интересная ситуация. Я хочу вам сказать, кстати, сейчас громко кричат люди. Нас видят весь мир. И можно не кричать, если можно не кричать. Украина это очень модная, справедливая, чистая, демократичная страна. Вы знаете, я остаюсь сейчас на этой сцене. Мог ли я когда-то себе представить, что я обычный парень из Кривого Рога? Буду бороться за кресло президента, против человека, которого мы уверенно и безспорно выбрали президента Украины в 2014 году. И что самое интересное, я сам был за господина Порошенко, это правда. Но я ошибся. Мы помолились. Скажу вам відверто. Мы могли тогда представить себе, что его жить по-новому станет нашим выживать. Мы могли тогда представить, что ваша «Я закончу войну за две недели» станет нашим Иловайске и Дебальцево. Мы могли тогда представить себе, что его обогащение людей станет обогащением только его людей? Мы могли тогда представить себе представить, что революцию и гидности используют негидники. Я вам поясню, почему мы помолились. Велика помилка, почему? Не кричите, пожалуйста. Мы сейчас говорим о революции и чести. Давайте поаплодируем нашим воинам. И в чем главная ошибка, я вам скажу. Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Это правда. Потому что существует два господина Порошенко. Первый прекрасный оратор. Специалист. Финансист, экономист. Во всем узнает все. Он обычно появляется тогда, когда есть камеры. А потом, когда камеры выключаются, появляется другой. Такой Петр Второй. Первый Петр Порошенко. На Михайловской площади кричит, Путин, я тебе покажу. А другой, тихенько, пана Медведчуку передает приветики в Москву. Первый говорит, что в платежках за коммуналку будет минус. А другой, тихенько, робот Роттердам Плюс. Первый говорит, я открываю школу. А другой, постойно, тихенько открывает магазины Рошен. Первый открывает аж 12 километров новой дороги. А другой закрывает дело Насирова. Первый Петр Порошенко говорит, я бизнес передав слепые трассы. А другой увеличивает свои 82 раза. Скажите мне, пожалуйста, так, может быть, давайте бюджет Украины передадим слепой трасс? Может, оно нормально прочует? Может быть, оно нормально работает так? Первый говорит, доллар будет по 10, а другой робот по 30. Поэтому, господин Порошенко, я здесь. Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик. Я не политик. Совсем не политик. Я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему. Я результат. Я результат, Петр Алексеевич. Результат в ваших ошибках и обещаниях. Так и есть, это правда, вы это понимаете. Помните, я вам хочу напомнить момент, когда меня пригласили на банкову. Я приехал, а вы мне сказали Вова. И это откровенно. Я не сказал, зачем тебе это нужно? Это очень сложно. Ты не будешь видеть своих детей. Остается одна минута. Ты не будешь видеть своих детей. Ты не будешь видеть свою дружину, жену. Будешь меньше зарабатывать. Один вопрос. Зачем вы все туда лезете? Все, пять минут. Пять минут прошло. Мы обовязково продолжим. Дякуемо. Мы обязательно продолжим. Спасибо. Дякуемо пану Зеленському. Пять хвилин для... Шановні, якщо вы втручатиметесь ухід регламенту, цей час буде відмінусовано. Это время будет отмінусовано. Уже не буде відмінусовано. Петро Порошенко. Пять хвилин, будь ласка. Петро Порошенко, пять минут, пожалуйста. Добрый вечер, Украина! Добрый вечер, Украина! Добрый вечер, НСК Олимпийский! Добрый вечер, НСК Олимпийский! Нарешті! Наконец-то! Нарешті! Ми смогли зібрати на дебати! На дебати! Через долгих три тижни, пока мы ждали, пока спромогнется команда моего оппонента решится появиться перед украинским народом. И очень важно, что мы имеем позицию, когда у нас есть позиция, когда пан Володимир прячется от журналистов, когда прячется пан Володимир от оппонента, а главное прячется от украинского народа, потому что право украинского народа, в конце концов, знает. А что же действительно собирается делать кандидат президенту воюющей страны и собирается делать он, а не его члены штаба, а не его консультанты, а не его советники? И мы так и не узнали, потому что для украинского народа, в первую очередь, очень важно знать будущее, а не обливать друг друга глядя, знать, как победить врага, а не распространять российские фейки. У нас сегодня очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны против нашей страны. И сегодня мы в конце концов добились, и я вас с этим поздравляю, дорогие украинские народы. И я вас витаю всем, дорогие украинцы, которые собрались на этом стадионе. Удивительное место для проведения дебатов, но я принял это решение. И мы стоим перед внешними вызовами, вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, вызовами, которые требуют от президента международного опыта. Как кандидат президента собирается удерживать, получить международную коалицию, которую мы год за годом строили? Как он собирается исполнять функции Верховного Головного Команды? Хотя ваша команда сказала, что мы уже начали курс молодого бойца, это хорошая вещь. Моего стоило начать еще четыре года назад, в 14-м, когда в стране нужно было усилить всех волонтеров и добровольцев. А Владимир ховался от повесток, куда его вызывали? В Войнскомат. И я уверен, что это не предпустимо. Я наголошу, что если мы не имеем ответственности на эти вопросы, это слабкие главы державы. Слабые, которые не смогут удержать удары Путина. Слабые, потому что позиция, которая угрожает стране, риски зашкаливает. Я хочу наголоситься, я верю, что пан Володимир не хочет сдать Украину. Я верю, что пан Володимир не хочет сдать Украину. Я верю, что пан Володимир и не мечтает вернуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть эта мечта. Если он не знает, как этому противостоять, мы точно должны убирать все риски с украинского будущего. Я провозглашаю, что на сегодняшний день настолько красивая обвертка, дорогая, яркая. И в этой обвертке каждый может найти для себя то, что хочет. Кто снижение тарифов, про которые говорил сегодня Владимир. Кто зарплаты учителей по 4 тысячи долларов. Кто увеличение пенсии, кто может найти повернение в Россию, а кто может найти возвращение в Россию. 15 секунд Петро Алексеевичу. 15 секунд Петро Алексеевичу. А кто может найти очень важное движение в Европу. Но вы сами, Владимир, сказали, что вы кот в мешке, так вы не кит в мешке. Вы не кот в мешке, а в вашем мешке. 5 минут для ступной промолы закончились. Пане Порошенко, 5 минут закинчились. Пане Порошенко, спасибо. Господин Порошенко, спасибо. Уважаемые, сейчас начинаются эти 36 минут по нашему регламенту. Уважаемые, подходите, пожалуйста, так близко до модератора. Он может потерять самовладание. Но то, что здесь появились люди со второй командой, это доброго знака. Это свидетельствует о готовности слушать друг друга. Так вот, 36 минут, которые могут быть решительными. Вопросы кандидатов один другом напоминаю регламент. Одна минута на вопрос, четыре минуты на ответ. Первым, согласно жеребкуванию, право на запитание Майя Володимир Зеленский. 36 минут. 36 минут. Большое спасибо. Час пишут. А время уже пошло? Да, пошли. Пан Порошенко, у меня вопрос. Попросили задать граждане Украины в интернете. Как это получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему? 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 Почему поджигатели магазина Рошен нашли за четыре часа, а поджигатели военных складов и взрыватели машины Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски Депальцева? Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Или не хотели бы взять участь в эксперименте и попробовать прожить на полторы тысячи гривен пенсии хотя бы месяц? Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, посылать на заведенную смерть 24 моряка в Керченский пролив? Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета Украины, чтобы наесться? Куда делись наши карпатские леса? Почему не наказаны сторонники Януковича? Сколько лишь на вам занесли из Роттердам Плюс? Почему вы отменили закон про незаконное обогащение? Почему не снята неприкосновенность депутатов? Мой вопрос, Петр Алексеевич, пожалуйста, выберите любой вопрос и отвечайте. Какой вы хотите? Дорогой украинский народ, вот сегодня мы видим позицию полной некомпетентности. Сегодня, когда мы снова намагаемся, как я уже сказал, достаточно будет просто посмотреть пресс-конференции украинских каналов, где на каждый вопрос был дан ответ. Нет, я не записывал вопросы, которые дал пан Владимир, но это попытка. Украина, украинская армия, украинские военные, генералы и верховный главнокомандующие виноваты в том, что гибнут украинские люди. Украинские воины, у нас нет агрессии. У нас нет агрессии. По мнению пана Владимира, он просто немного передвинулся границу при помощи России. Пан Владимир, если бы вы были на фронте, если бы вы видели на власти очи, что происходило в Дебальцево, если бы вы встречали наших воинов в Дебальцево, если бы вы знали, какой кровью Украина заплатила за то, чтобы изберечь страну, у вас бы не было таких вопросов. У меня вопрос очень абсолютно простой. И вот этим людям эта ответственность не нужна. И этим людям их ответ не нужно. Я уверен, что украине эта ответственность нужен. Винни за Виловайся, винни за Дебальцево. Винни за Виловайся, за Дебальцево, Путин и российская агрессия. Винни те, кто снищил нашу армию, а мы ее ценуем надзвычайных усилий, а мы ее ценуем невероятных усилий добровольцами и волонтерами. когда вы ховали себя от армии не получаете повесток, я наголошу и не полягаю на этом. Еще одна позиция, что касается борьбы с бизнесом, если бы вы знали, в каком состоянии я принял страну в 2014 году, без денег, без золотовалютных резервов, без армии, без будь-якой зброи, без какого-либо оружия, вы бы ставили вопросы по-другому, а вы в это время не жаль, но вы обижали нашу страну. Вы старались выставить Украину проституткой своими жертвами, вы старались получать деньги, в том числе и из российского бюджета, для снимок своего фильма. В то время, когда Украина требовала каждый каплю помощи, где стоял вопрос, вы живете ли Украина или нет. Мы, украинцы, зберегли страну. Мы, украинцы, зберегли и створили международную солидарность над поддержкой Украины. Мы, украинцы, сделали прорыв в Европейский Союз. Мы, украинцы, заместили втраченные рынки России, И я наголошу, что мне приятно констатировать, что святовые лидеры, международные финансовые организации признали, что за последние пять лет мы сделали больше, чем за четверть столетия до этого. И где в это время были вы? В России? Где вы были в это время? Разграблялись и получали деньги из бюджета? Издевались? Друзья, не вам мне задавать эти вопросы, а украинский народ меня поддерживает. Я очень благодарю. Друзья, не вам задавайте вопросы, а украинский народ поддерживает меня. Час на ответ закончился. Четыре минуты. И теперь... Увага! Внимание. Запитание Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому. Напоминаю, регламент. Одна минута на вопрос. Увага! Спокійно всім. Вы считаете... Шановные кандидаты, час не ждет. Уважаемые кандидаты, время не ждет. Ваше запитание. Петр Олексеевич, ваш вопрос. Я задаю вопрос Владимиру Зеленскому. Пане Владимире, на сегодняшний день, когда мы говорим о должности президента, я считаю, что большие риски, которые стоят перед нашей страной, это некомпетентность. Вы заявили, что вы собираетесь учиться на посту президента. Вы заявили, что у вас для этого есть время. Чей пилот сел для того, чтобы научиться? Чей пилот сел для того, чтобы учиться? И какой пришел в операционную, чтобы учиться? Чи готовы ли вы были простить эту некомпетентность? А почему президент и Верховный Главнокомандующий могут себе это позволить? Десять секунд! Ответ только один. Пане Владимире, не издевайтесь над нашей страной. Сейчас на запитание вычерпано. Время заканчивается. И я закликаю Украину. Сейчас на запитание вычерпано. Украину 21. Очень спасибо. У меня было очень много съемок вечернего квартала. От кого я ховаюсь? От каких повесток я ховаюсь? Я публичный человек. Меня не могли найти и дать мне в руки повестку. Почему вы сейчас говорите? Вы снова врете, Петр Алексеевич. Я никогда, до речи, с привода Путина, я никогда в своем жизни не разговаривал с Путиным. А мне известно, сколько раз вы разговаривали с господином Путиным по телефону, через Медведчука или напрямую, начиная с 14-го года. Я не был в России с начала войны, и это брехня снова. И что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. Простите, пожалуйста, но вы мне задаете такие вопросы, на которые вы должны отвечать. Почему война до сих пор не закончилась? Вот такой вы главнокомандующий. Большое спасибо вам за все, что вы сделали. Вы не будете добирать свое время? Мне достаточно спасибо. Теперь вопрос от Владимира Зеленского. Прошу. С приводу один аргумент. С приводу кота в мешке. С приводу кота в мешке. То, что вы только что сказали, что я кот в мешке, или я мешок, или еще, или еще что-то. Мне кажется, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечей шкуре. А сейчас вопрос от кандидата в президенты Владимира Зеленского. Можно продолжать? У меня вопрос от народа. Почему все ваши люди имеют две руки? Почему вы схватили гражданин на занос, а девушки сорвали шапку? Добровольцы и патриоты оказались в тюрьме. Потому что для вас они угроза? Вы помните такое слово, как люстрация? Какая ваша судьба из-за незаконного копания бурштину? Почему ваши цукарки до сих пор можно спокойно купить в магазине от Москвы? Это правда? Я не утверждаю. Правда ли, что цукарки Рошен есть в пайках повстанцев в ЛНР и ДНР? Как обвалилась гривня? Почему Гонтарева прячется в Лондоне? Владимир, закинчивайся хвилина. Оберите, пожалуйста, выберите любой вопрос. Четыре минуты на ответ. Друзья, я могу ответить на эти вопросы за 20 секунд. Абсолютно все, что говорит пан Владимир, это брехня и не соответствует действительности. Но на некоторые вопросы я хочу ответить более подробно. Например, про отрубанную руки. Позиция первая. Я не кат, я не палач, и я не судья. Президент створю необхідные условия для справедливого судопроизводства, для создания следственных органов, для честного и неупередженного расследования. И я буду делать все, что от меня зависит. Действительно, вопросы, которые вы задали проруки, и друзей, могу отдельно заявить. Никто, подчеркиваю, из моих друзей, не будет иметь отношения к коррупции. Не имел и не будет иметь отношения к коррупции. Потому что, как только будет какая-нибудь обгрунтована подозра, он перестанет быть моим другом, и винным будет сидеть в язнице. Виноватым и будет сидеть в тюрьме. Виноватым это или партнер, неважно. Это принципы демократической страны. Это принципы демократической страны. И у меня тогда вопрос. До пана Зеленского. Господин Зеленский. А скажите, пожалуйста. А скажите, пожалуйста. Уважно слушайте. Внимательно слушайте. А скажите, пожалуйста. А когда ваш партнер, бизнес-партнер, который обокрал Украину, имея обгрунтованные подозрения правоохранительных органов Украины и свиту на 30 миллиардов Украины, на 30 миллиардов. Вы ведете 160 миллиардов с Приватбанка, костюм вкладники, а еще побольше, 41 миллиард, а еще побольше, а что еще больше, 41 миллиард долларов, в ракунду Приватбанка заплатим вам особо, на ваши тайные офшорные органы. А в середине сидят соратники Азарова, соратники Януковича, соратники Януковича, в середине сидит пятая колонна, в середине сидит россияне и олигархи-стекачи. Мы еще не имеем результатов президентских выборов, а они уже подняли голову, а они уже подняли голову, и уже вчера пришли за Приватбанком. Я вам говорю общими усилиями, мы не дозволим им это сделать, неразрешим им это сделать. А я буду ждать, Павел Владимирович, когда вы вашим партнерам и себе будете рубать руки. Дякую. Нагадаю, что за правилами регламенту, за ушедшение кандидатами секунды не враховывается потом, но, возможно, это даст вам возможность поставить вам дополнительные вопросы. Я не понимаю, это был вопрос. Сейчас, минута, на ответ от Петра Порошенко, если он не настаивает на том, что содержит его речи. Я думаю, что пан Владимир запомнил этот вопрос. Я думаю, что пан Владимир запомнил этот вопрос. Это тот крест, который ему придется идти по жизни и жить. А я имею сегодня запитание и инше. А я имею... У меня есть другой вопрос. Дорогой, уважаемый пан Владимир, я твердо хотел бы понять, не говорите про минуле, вы говорите про прошлое, потому что все знают, вы никому ничего не говорили, а я постоянно нахожусь на пресс-конференциях, Я хотел бы запитать абсолютно честно. Я хотел бы вас сейчас абсолютно четко спросить. Про ценности демократии. Про ценности демократии. Мы сейчас строим Европейский Союз. И что, и когда, и где вы видите Украину через пять лет? И что вы хотите для этого сделать? Что вы хотите для этого сделать? Часное запитание вычерпнуло. У вас есть четыре минуты на ответ. Дякую. Можно відповідать? Могу отвечать? Да. Дуже дякую за... Дуже складное питание. Большое спасибо за очень сложный вопрос. Во-первых, первый тезис по поводу... Когда вы говорите так, четко, дай нам ответ. Я не у прокурора. Я ничего не сделал, чтобы там быть. А вам, возможно, и придется встретиться. Что хочу сказать? Украина выбрала путь в Европу. И это главное. И украинцы заплатили очень большую цену. Это жизнь наших людей. Жизнь украинцев на Майдане. Вы не пророк. И я не Моисей. Мы не можем куда-то везти Украину. Украина идет в Европу. А вы сейчас, как гарант, должны защищать выбор украинцев. И я, если я буду, если вы решат люди, я тоже буду защищать выбор, европейский выбор украинцев. Пане Володимире, запитание. Господин Зеленский, вопрос. Я еще не ответил. Да. Я еще не ответил. Далее, несколько тезисов по поводу того, что вы говорите. А, с приводу того, где я вижу через пять лет Украину. Я уже говорил, что я иду на один термин. С приводу по поводу пана Коломойского, я вам сразу скажу. Все люди, которые нарушают закон, все свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за грати. Но сядут не за два недели, это не обещание сейчас, это серьезное дело, это дело суда Украины, а сядут тогда, когда нарушат закон. Далее. Вы сказали, что я партнер Коломойского, и я буду с этим жить. Я хочу сказать каждому украинцу, смотрите, у нас в Украине так получилось. Все каналы принадлежат олигархам. Все. Это Коломойский, Пинчук, Фирташ, Ахметов. И, уважаемый господин президент, Я хочу вам напомнить, вы тоже меня приглашали работать на Пятый канал. Вы тоже меня приглашали работать на Пятый канал. Но я не пошел туда не только, не потому что вы олигарх, и это ваш канал. Я свободный человек, поэтому я не пошел к вам. Поэтому я гадаю, что президент не может быть олигархом. Вот и все. Президент должен быть человеком. Человеком из народа. Народом Украины. Народом Украины. Большое спасибо. Это был ответ Владимира Зеленского. Паме Владимир, сейчас ваши вопросы. Вы собрали 30 секунд. Ваши вопросы. Вы сохранили 30 секунд. Теперь ваш вопрос. У меня есть еще одна минута, чтобы спросить господина Порошенко. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. Враховывая все вопросы, которые я вам задал. Главное вопрос. Вы понесете криминальную ответственность? Предыдущая власть и вы в том числе. Мой вопрос, Петру Алексеевичу. Вы будете, если вам придется, опиниться перед судом в суде, сказать, что это помста, что это месть или политическое преследование. Спасибо. Увага. Четыре минуты кандидату Порошенко для ответа. Уважаемые друзья, я горжусь тем, что 5-й канал, канал честных новостей с 2003 года был едином каналом, где журналисты имели свободу. Пан Зеленский, может, не знает об этом. А в четвертом году померанчевую революцию оранжевую революцию сделали благодаря помощи журналистам 5-го канала. Потому что это был единый канал, где была свобода слова. А канал 1 плюс 1, который поклав пана Зеленского в теплую ванну который положил пана Зеленского в теплую ванну и сделал ему сегодня очень комфортную выборчу кампанию. Комфортную в 2004-м тогда, в 2004-м извинялся перед страной и владельцы и журналисты за свою политику. И не доведется, пане Володимире, извиняться вам и каналу, каналу, который полностью отошел от журналистских стандартов. Каналу, который распространяет российские фейки. В первую очередь, обо мне. Каналу, куда никто не мог попасть. Куда никто не мог попасть. Я хотел бы, чтобы вы получились, потому что вы творческий человек. Я поводил себе канал в четвертом году, в пятый, как ввел себя канал в 2013-м году. Я таким себе ввел в 2014-м году. Как он вел себя в 2014-м году. И на сегодняшний день его роль, в том числе и в революции Гидриха. И сейчас, я думаю, что так уж было бы дуже варто выбратися перед журналистами Пятого канала. Я наголошую на то, что сегодня, когда я назвал конкретные цифры, президент Каламойского, мы снова не по-человечески, мы снова не услышали ответ. Вы стараетесь избежать этого. Я назвал 160 миллиардов, которые были выведены. И сегодня это створяет загрозу национальной безопасности. Это является угрозой национальной безопасности. Можем ли мы защитить финансовую систему Украины от Каламойского? Я четко заявляю, что порушены криминальные справы, и это вам не заважает и не мешает вам оставаться с ним в сотрудничестве. Хочу повернуться еще раз к этому тезису. Володимир, Володимир гарный артист. Володимир, вы хороший артист, но сегодня это не код в мешке, это обвертка. Обвертка яскрава, которая покрывает тех, кто, начиная с 13-го года, убежал из нашей страны. А сегодня хочет в этой обверточке вернуться назад в страну и сделать реванш. Я твердо уверен, дорогие друзья, мы этого не позволим. И когда пан Володимир говорит, что может выйти из политики нам и моим сторонникам, миллионы украинцев будут бороться за будущее Украины, будут защищать те сделки, которые мы получили за последние 5 лет. 20 секунд. Будут бородить украинскую землю. Будут защищать украинскую землю. Чем котам, а на навіть чертам вашей обгорчи зруйнувати нашу державу, яку мы любим понад усе. У вас всего не выйдет, пане Володимире. И я буду боронить в будь-який вопрос. Час на відповідь, Витярбану. Кандидатам, або... Час на відповідь, Витярбану. Пане Порошенко, майте хвилину на запитание до пана Зеленского. Увага! Перше, що стоїть перед нашою державою, друзья мои, перше, це є потреба миру. Ми маємо закінчити війну. І війну маємо закінчити забезпечити відсіч російському агресору. Бо не в Києві, як кажуть Зеленські, лезуть кільше війни. І не на колінах треба повсти до Путіна для того, щоб захистити державу. Нам треба будувати армію, продовжити її будівництво. Нам треба будувати державу і фундамент державницький. Нам треба захищати мову. Нам треба берегти і боронити Україну. Насу дачу. І в мене запитання. І в мене питання. Яким чином ви, коли ви називали Україну повію, коли ви називали Україну проституткой, коли ви називали українців хохлами, коли ви знущалися над нашою державою, але ще коли ви один раз образили Кадирова, ви тут же перед ним вибачилися. Він у нас питання. Коли ви вибачитеся перед Україною за проститутку? Чотири хвилини, Володимир Олександрович. Чотири хвилини, Володимир Олександрович. Прошу ваш ответ. Большое спасибо. Во-первых, Кадирова. Николи в житті з ним не спілкувався. Крафта. Чотири хвилини що стосується колін, 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 слова, вирванные з фрази, коли почалася війна, перед початком війни, перед початком війни, коли були вже на Майдані наші люди, наші українці були загибли. Я звертався до кожного к президенту, я звертався до Януковича і казав, будь ласка, підіть, підіть з поста президента, заспокойтесь. Уйдіть з поста президента, заспокойтесь. Это была все одна речь. Далее я сказал. Я обратился к Путину и сказал. Я готов. Ставьте на колени. Только не ставьте на колени Украину. И вы можете увидеть. И это правда. Это правда. По поводу колени. Чтобы было всем понятно, что я имел в виду. Мне кажется, любому умному человеку это понятно. Я сейчас готов. Стать на колени. Перед каждой матерью, которая не дождалась. Своего сына. Своего сына. Я готов. Сейчас стану на колени. Перед каждой ребенком, который не дождался своего отца. Я готов. Сейчас стану на колени. Перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас запрошу. И вас приглашаю. Вот видите, Петр Алексеевич. Не так сложно быть человеком. Продолжите, пожалуйста, Владимир Александрович. Час идёт. Продолжите, пожалуйста. Время идёт. По поводу обёртки. Если можно. Вы сейчас говорите, что я обёртка. Я понимаю, что вы очень хорошо хорошо разбираетесь в обложках и обёртках. Но за это время. Вы назвали меня обёрткой. Я сказал, что вы в этом профессионал. Ничего страшного. По поводу Коломойского и бизнеса. У меня есть контракт с каналом 1 плюс 1. Это не самое важное. И вы сказали, что у меня есть какой-то ещё бизнес. Какой же есть бизнес? Можете скажете? Может, я буду деньги получать? Квартал 95. Квартал 95. И его представители у вас в акционерах. Так это ж наш бизнес. Вы приватизировали, насколько я знаю, фабрику Карла Маркса и сделали из него Рошен. И это было... Я не помню, в каком-то году был. 98-го, вы скажете. Неважливо. Неважно. Но с 98-го года вы были депутатом. Начиная с 98-го года вы были депутатом или каким-то там чиновником, не знаю, всех ваших регалий. Скажите, пожалуйста, как за это время вы стали олигархом? Володимир Александрович, у вас ещё есть 30 секунд для ответа. Дякую всем. Спасибо всем. Я краще вытрачу свои 30 секунд на подяку кожу. И благодарность каждому. И спасибо вам. Дякую нашим записникам. Нашим защитникам. Шановные коллеги, мы використали 34 хвилини из 36 увага, відведенных на эту часть дебатю. Если кандидаты захочут, они могут поставить одну одну, ещё по одному вопросу, на який ответ так, чи нет. Кандидат Желенский хочет? Я готов. Кандидат Порошенко. Куроткие питания, на який вид вы так же нет. Короткий вопрос, на который ответ только да или нет. Вам не стыдно? Увага. Внимание. Ветповедь. Ответ не. Боя отпускается за Украину, это будет дана. Боя отпускается за Украину. Ветповедь дана. Ответ да. Теперь кандидат Порошенко. Кандидат Порошенко, ваш вопрос. Ваш вопрос. Володимир Александрович. У меня очень простой и короткий вопрос. Вы что сделаете для того, что вы готовы сделать всё для того, чтобы кто сегодня, ваши партнеры, пан Коломойский, ваши партнеры, его клика, Коломойский и его клика, сборная Азарова, сборная Азарова, сборная регионалов, были отсечены были отсечены после президентских выборов до доступа до державных ресурсов и до державной влады, от доступа к государственным ресурсам и власти. Я так поняла, что время дискуссий между кандидатами в президенты закончился. По нашему регламенту, по нашей программе, сейчас каждый из кандидатов в президенты должен иметь 5 минут на заключительное слово. А потом заключительные 30 секунд самого важного, что они хотят сегодня сказать. Отже, оскільки Владимир Зеленский сегодня по нашим регламентам первый, поэтому 5 минут у него есть 5 минут для его заключительного слова. Дуже дякую. Большое спасибо. Дякую каждому из вас. Спасибо каждому из вас. Это правда. Дуже дякую. Большое спасибо. Я бы с задоволением эти 5 минут провел там, среди вас. Это правда. Я хочу сказать, что у Петра Алексеевича очень много достижений было. И это так. Безвиз. Безвиз. Томас. Томас. Мова. Язык. Армия. Армия. Все, что вы писали на билбордах. Но вы знаете, мне кажется, что почему-то все эти достижения вы записали только себе. Я не понимаю, почему. Это тоже ваша победа. Это тоже ваша победа. Я понимаю. Но мне кажется, что по-первых, украинский язык был еще до вас. Что касается безвиза, это победа. Перемога не только ваша. Победа украинских дипломатов. Украинскую диаспору. Украинскую диаспору, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом Украины. Что касается Томаса, это победа для Украины. Но мне кажется, что это победа первое за все Филарета. Во-первых, Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом. Еще в те времена, когда вы были прихожанином Московского Патриархата. И армия. Это, во-первых, подвиг украинских воинов, украинских волонтеров, украинского народа. Спасибо всем. Спасибо вам. Большое спасибо. И я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему с нормальными людьми, с другой ментальностью, с ментальностью 21-го столетия. И дело даже, вы знаете, не в том, что в вашем окружении были хабарники. Дело не в том, что в вашем окружении были взяточники. Это не важно. Я вам сейчас скажу, как человек, Петр Алексеевич, вы забрали и эти люди забрали на его лучшем. Самое важное у нас. Пять роки. Пять лет. Ваши две минуты. Еще две минуты. Кандидат в президенты не выбирает. Он не выбирает их, он отказывается от них. Сделаем их вместе. Дякую кандидату Зеленский. Пять минуты для заключительного слова мает кандидат Порошенко. Сейчас пишу. Увага! Внимание! Увага, будь ласка, если можно, есть пять минут. Выбачите, будь ласка. Если можно, есть еще пять минут. Простите, пожалуйста. Дорогой, пан Зеленский. Дорогой, пан Зеленский. Я тоже должен признать, что вы, талановый актер, сделали хорошую продюсерскую компанию и сделали разноцветные и интересные продукты. Сегодня мы наконец-то дали возможность людям почути небольшую толику нашей дискуссии. И это надзвичайно важливо, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на общественном телевидении. И давайте задаем вопрос Украине, тем, кто на этом стадионе, это десятки и десятки тысяч людей. Чемают они право знать свое будущее. Потому что сегодня, кроме абсолютно голословных обвинений, мы от пана Владимира ничего не услышали. Ни о стратегии, ни о направлениях, ни о решающих позициях, ни о решающих позициях, которыми мы должны защитить страну. С ваших ответов понятно, что вы пока еще живете минуем, что вы пока еще готовы распространять только неправду, что вы пока еще продолжаете линию, которую вы пытались использовать на канале вашего партнера, на канале вашего партнера, на канале 1 плюс 1, на канале 1 плюс 1, на канале, который дал вам охорону, на канале, на который дал вам технику, юридическое обеспечение, сопровождение, для того, чтобы вы могли захватить нашу страну. Наша общая позиция, мы должны защитить страну от вас. Вы не Голобородько. Вы сюда приехали не на троллейбусе. И не на велосипеде. Вы главный проводник олигархов. И точно одного олигарха в тикачах. Вы сегодня закрыли свою декларацию за 18-й год. Почему вы прячетесь от украинского народа? Почему вы не откроетесь и не продемонстрируете источники ваших доходов? Голобородько не стоял Коломойский с требованием вернуть приватбан. И не стоял Коломойский с требованием вернуть приватбан. Вы не подчули вашу стратегию. Я хочу сегодня с вернуть вашу стратегию до прикольников пана Зеленского. Друзья, 21 числа нам нужно смотреть в будущее и крепко думать, каким образом сберечь страну. Не отдать страну Путину и Коломойским на воскрадание. Сегодня засвеченный потужный запит на обновление. И обновление треба и можно сделать. И обновление можно сделать во время парламентских выборов. Но нельзя играться со страной во время выборов в президентстве. Цена может быть надзвичайно высокой. И не может войну с российским агрессором вести актеру. Талановитая людина, но без любого опыта. Цена, которую заплатят десятки миллионов украинцев, может быть цена, которая может быть десятки сотен жизней украинцев. Я дякую сегодня, что вы с нами. Я всех благодарю за то, что вы сегодня с нами. Я вас благодарю за поддержку. Дорогий украинский народ. Я могу наголосить, что я прийму любой выбор украинского народа 21-го. И 22-го життя будет продолжаться. И 22-го мы маем объединяться. И 22-го нам нужно объединиться. Для того, чтобы вместе защищать страну. Главное, не втратить страну. Главное, не потерять страну. Разом до победы Украины. До победы Украины. До нашей с вами победы. И у нас есть добра традиция. И у нас есть добра, хорошая традиция. Закончить выступление. Час вычерпану. Час вычерпану. Время закончилось. Я хочу... Шановные кандидаты. Уважаемые кандидаты. Шановные відвідувачки и відвідувачи. Уважаемые посетители. Сегодняшние дебаты начались из несподіванной. С переходу, ну, який не закинчився объединением, але принаймні ці люди оказались рядом. в кінці. Я хотел бы, чтобы эти дебаты имели неожиданности в конце. Потому что, благодаря лапитарности наших кандидатов, мы немножко сэкономили времени. Можем дать вам не по 30 секунд для реплики, а по минуте. Есть поддержка? Первая реплика. Остання сьогодні на дебатах. Последняя сьогодні на дебатах. Кандидатов президента Володимира Зеленського. Кандидатов президента Володимира Зеленського. Большое спасибо. Петро Олексійович хотів побачити и услышать наши принципы. Рівність всіх перед законом. То, чего у вас не було, це зняття недоторканності з депутатів, судів, з президента. Це закон про імпічмент. Закон про імпічмент. Друге. У мене є тільки хвилина. Медицина. Щодо приводу реформи. Скажіть мені, будь ласка, якщо ліки в якісніх немає, якщо доступних цін для лікарств немає, якщо нормальних умов лікарств немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафік реформа? Какая це реформа? З приводу доріг, мені немає чого сказати, бо немає доріг. І з приводу війни ми зробимо все, щоб її закінчити. Дуже дякую. Слава Україні! Хвилина у президента і кандидата в президенти Петра Порошенка. Друзі, позиція перша. Позиція перша. Они не видят, что сделано за пять лет. Они пытаются перетягнуть это на любые другие направления. Мы с вами должны объединиться для того, чтобы вернуть Крым в Украину. Мы с вами должны объединиться для того, чтобы защитить Украинский Донбасс. Мы с вами должны защитить страну от популизма и от российских фейков. Мы с вами не допустим обновления олигархата и возвращения олигархов в Украину. Мы с вами вместе продолжим наш взгляд вперед, потому что мы знаем, что и как нужно делать. И наша команда обновленная, обновленная команда обязательно победит. И я предлагаю возродить и отстоять, и не порушивать эту традицию, когда мы завершаем каждый наш публичный вопрос. Велиная сбегла. Велиная сбегла. Велиная сбегла. Велиная сбегла. Шановные кандидаты в президенты. Шановные украинцы. Главные дебаты украины завершаются. Главные дебаты украинцы. Нас сегодня разделяли границы. Нас сегодня разделяли сцены. Нас сегодня разделяли секторы. Но мы вместе. И мы все вместе придем 21 апреля на выборы. И это будет наш выбор. Большое спасибо вам всем. Мы украинцы. Нехай нас Бог бережет. Пусть нас бережет Бог. Приятнайтесь до співу гимну. Присоединяйтесь к пению гимна. Ті, кто готовы чути одні одних, приятнайтесь до співу гимну. Пусть нас бережет Бог. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...